Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. За минувшие сутки они открывали огонь более 11 раз, сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. Террористы, используя противотанковые ракетные комплексы, минометы, артиллерию и стрелковое оружие, четыре раза обстреливали позиции сил АТО в районах населенных пунктов Фрунзе, Донецкое, Счастье, Станица-Луганское, Старомихаловка, Никишино и Павлополь. В районе Мариуполя активизировалась вражеская воздушная разведка. Зафиксирован полет беспилотника. Подразделения сил антитеррористической операции продолжают удерживать и охранять свои позиции и не открывают огонь в ответ на провокации боевиков. Во время боя с диверсионной группой террористов, так называемой ДНР, которая сделала засаду вблизи заминированного участка и начала обстреливать наших военных. Террористы уничтожены. За минувшие сутки больше потерь среди наших военных не было. За минулую добу мы не имеем втрат среди наших военных. Мы их отпустили с условием, что они продолжат путь в подконтрольный террористам Павлополь для проверки обстрела, который якобы произвели украинские военные. В штабе АТО сообщили, что боевики в очередной раз использовали методы грязной пропаганды для дестабилизации ситуации на Донбассе. И вместе с тем под Мариуполем прошли военные учения саперов, которых тренировали на местности, сообщает пресс-центр АТО. По приказу командиров группы военные саперы выдвинулись в заданный район и оборудовали четырехрядные противотанковые минные поля, используя мины Т-62М. Все задания выполнили на отлично, отметил командир подразделения инженерных войск. По данным пресс-центра, следующие плановые практические занятия с привлечением подразделения инженерных войск пройдут на морском побережье с целью отработки заданий по разминированию местности. От рук террористов на Донбассе погибло более 4600 человек. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Согласно документу, свыше 10 тысяч человек получили ранения в результате боев, и более 540 тысяч были вынуждены переехать из Донбасса. В свою очередь, представитель Украины в ООН Ярослав Голицын заявил, что в районах пострадавших от военных действий проживают около 5 миллионов украинцев. По его словам, власти делают все возможное для восстановления территорий, которые вернулись под их контроль. ОБСЕ подтверждает возвращение в Россию всех грузовиков, доставлявших так называемую гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом говорится в докладе миссии наблюдателей. По данным организации, 12 декабря конвой прибыл на российский пропускной пункт Донецк, где все 83 грузовика были досмотрены пограничниками, а вечером весь транспорт вернулся на территорию Федерации. Напомню, это уже девятая колонна с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса. Ни один из конвоев не получил разрешения на въезд ни от украинских властей, ни от Международного комитета Красного Креста. По данным СНБО, в грузовиках находится военная техника для боевиков. Вместе с тем, Польша собирается отправить на Донбасс около 40 грузовиков с гуманитарной помощью. Там будут продукты и вещи первой необходимости. Прибытие гуманитарного конвоя на Донбасс ожидается к празднику католического Рождества 25 декабря. Барак Обама изучит законопроекты о помощи Украине. Об этом заявили в администрации президента США. В Белом доме рассказали, что рассмотрение документа о помощи нашей стране и новых ограничительных мирах против России еще не завершено. По мнению дипломатов из Вашингтона, расширение санкций против Кремля – деликатная работа. Белому дому нужны гарантии, что европейские союзники будут действовать в данном вопросе согласованно с Вашингтоном. Напомню, вчера Сенат США одобрил военную помощь для страны под названием «Акт о поддержке свободы Украины». Президент Петр Порошенко уже поблагодарил за такую поддержку. Также Соединенные Штаты призвали весь мир отказаться от бизнеса с Россией. Об этом заявила представитель Госдепа США Джен Псаки. Она отметила, что к санкциям можно не присоединяться, достаточно лишь не заключать новых контрактов с Российской Федерацией. Представитель Госдепа подчеркнула, что теперь все новые контракты с Федерацией будут под контролем США. Данное заявление Псаки сделала после того, как Путин в Индии подписал несколько договоров. Страны Балтии и Польша договорились о совместном сдерживании России. Объединенные штабы этих государств подготовят план действий на случай возможной военной агрессии со стороны Кремля. Министры обороны сошлись во мнении, что Прибалтика и Польша сталкиваются с одинаковыми угрозами, поэтому для них важно скоординировать возможный военный ответ. По мнению министерств иностранных дел этих стран, если Россия отважится протестировать принципы коллективной обороны НАТО, то это будет иметь серьезные последствия. Тем временем в Минске прошел одиночный пикет против политики президента России Путина. В нем принял участие активист организации «Альтернатива» Алексей Шумбарев, который решил высказаться против политики Кремля и против военного конфликта в Украине, а также выступить в защиту мира и спокойствия. В руках держал плакат с надписью «Люди! Надо срочно остановить Путина! Нет в первой войне!» Через 10 минут к нему подъехал микроавтобус с ОМОНом. Активиста отвезли в неизвестном направлении. Госконцерн «Укроборонпром» подписал контракт на поставки вооружения с американской компанией «Барретт Фаер Армс». Об этом сообщает пресс-служба украинского концерна. Оружие будут поставлять для нужд службы безопасности и нацгвардии Украины. В пресс-службе подчеркнули, что стороны свели сроки выполнения заказа к минимуму, чтобы солдаты быстрее получили необходимое. Напомню, ранее «Укроборонпром» заключил договор с американской военной корпорацией «ЭТН». Госавиаслужба Украины с сегодняшнего дня запретила полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожье. Об этом сообщил глава ведомства Денис Антонюк. По его словам, это сделано из соображений безопасности. На какой период прекращены полеты, пока неизвестно. Надежда Савченко собирается объявить голодовку. Об этом сообщил ее адвокат Марк Фегин в своем твиттере. Украинская летчица и народный депутат обратилась к российскому следственному комитету с требованием прекратить расследование, учитывая ее статус военнопленной. По словам адвокатов украинки, Международной конвенции сейчас защищают Надежду и призывают прекратить следствие против нее. Тем не менее, Москва эти требования упорно игнорирует. Напомню, накануне защитники Савченко заявили, что у нее ухудшилось состояние здоровья. Однако Басманный суд Москвы продлил ей срок содержания под стражей до 13 февраля. Российская валюта пережила сильнейшее падение со времен дефолта 1998 года. За эти дни рубль потерял около 10% своей стоимости по отношению к доллару и евро. На сегодняшний день курс американской валюты составляет 58 рублей, за евро отдают свыше 72. Аналитики отмечают, что экстренные меры, принимаемые российскими властями, результаты пока не приносят. И девальвации российской валюты лишь набирают обороты. Обвал рубля обусловлен снижением цен на нефть. На экономике федерации также отражаются западные санкции из-за агрессии Кремля в отношении Украины. И о событиях в Украине сегодня незамужние девушки узнавали имя своего суженого. На Андреевском спуске в Киеве прошло празднование Дня Андрея Первозванного. Гости не только познакомились с обрядами и гаданиями, но и узнали о легенде основания одной из древнейших улиц столицы Украины. Заглянула в свое будущее и наш корреспондент Ярослава Ковтун. Елена с самого утра не могла дождаться, когда же наконец узнает имя своего суженого. Но где еще гадать на Андрея, как не на Андреевском спуске? Поэтому уверена, именно здесь она получит ответы на все свои вопросы. Я хочу, чтобы мне сказали имя суженого. И возможно, когда это произойдет, в этом году или в будущем, я ночью тоже гадала. Имена написала на бумажках, положила под подушку. Еще есть традиция. Кладут три рушники. Заворачивают кольцо, деньги и ленточку. И я вытащила кольцо. Ну и, соответственно, что вытащаешь, я вытащила кольцо. Кроме имени своего суженого, Лена вместе с другими гостями праздника узнала и о легенде, которую поведали экскурсоводы в увлекательном путешествии в прошлое. Экскурсии проводят их больше, чем обычно. И рассказывают вообще о самом празднике Андрея Первозванного, о легенде. Когда Андрей путешествовал по миру, пришел к нам на тогда еще маленькое поселение. Вот, пришел, поднялся с учениками со своими на гору, воздвиг крест и сказал, что тут будет город, будет он великим. Сегодня такой праздник, в который гадают не просто там на будущее или на ожидание, а гадают в основном девушки. Гадают они на что, встретят ли они суженого, ряженого своего в следующем году. Ну, конечно, я тоже хочу. Развлекаются здесь не только взрослые, но и дети. Специально для самых юных гостей фестиваля создали сказочную ярмарку. Здесь все гости окунулись в атмосферу лучших американских традиций празднования Нового года. Чудеса всегда делаются своими руками. Для этого вам понадобятся всего лишь акриловые краски и праздничное настроение. Очень часто у нас в лесу идут дети символ следующего года овцу. Это очень хорошие символы, потому что овца – это существо очень доброе, и оно дает нам тепло. Да, именно следующий год овцы, согласно древним китайским поверьям, символизируют энергию и жизненную силу. Люди, рожденные под этим знаком, особенно обаятельны, элегантны и безмерно любят природу. А их дети – самые талантливые и трудолюбивые. Овечку буду рисовать, потому что с овечкой красиво. Ну, хоть дарят подарки. Я тут сейчас делаю овечек из сена, чтобы у меня стояло на комоде, и чтобы мама тоже приходила и смотрела на мою поделку. Узнать имя суженого ряженого, познакомиться с легендами Андреевского спуска и создать своими руками новогодние игрушки. Здесь поистине можно успеть все. И запастись не только хорошими воспоминаниями, но и приятными подарками. В преддверии Нового года именно такие разрисованные игрушки станут прекрасным подарком для ваших родных или друзей, а также наполнят ваш дом теплом и уютом. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, БТБ. К этому времени это все. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова